Здравствуйте, друзья! Сейчас, когда острота, которая была связана с шатдауном, вот этим вот государственным, прошла, и они, конечно, там, ну, кто может, пытаются там еще поругаться, но дело сейчас не в этом. Дело в том, что очень интересно, что будет дальше, какие есть варианты развития событий, и, собственно, что там произошло, потому что ощущение такое, что демократы в Конгрессе поменяли тактику, то есть они стояли как бы насмерть, вот, а потом, получив негарантированный, ну, так, на словах, получив обещание заняться этим вопросом со стороны, значит, республиканцев в Сенате, заняться этим вопросом, если не удастся разрешить все это за те три недели, которые есть, то вот, значит, казалось бы, они не так много получили. Что они получили? Единственное, что, конечно, конечно, в этот законопроект была включена реформа, ну, не реформа, было включено продление еще на шесть лет закона о медицинском страховании для детей из бедных семей. То есть республиканцы хотели как-то то ли сократить, то ли вообще похерить, то есть как бы вот им, ну, не хватало денег там богатым дать, они хотели думать, ну, нахрен нужно. Но вот они это получили, и пишут, что на самом деле компромисс был не в том, что они получили много по этой даке, но они получили много вот на этом предложении, которое тянули и тянули и тянули республиканцы долго там. Оно затянулось очень существенно, они уже не знали там, на что его поменять, как поторговаться, но вот поторговались на продление на три недели, потому что демократы говорят, ну, вот вам давайте неделю, а они говорили, нет, вот нам дайте месяц, ну, вот они так сговорились. Но существенно не это, существенно на самом деле, какие есть дальше варианты, и мы с вами помним, что наш интерес исключительно лотерейный, да, в этом деле. Ну, то есть помимо общечеловеческого и, так сказать, любопытства какого-то. Что впереди? Рассматриваются несколько вариантов. Первый вариант, вот четыре там есть на выбор, основные варианты, которые с большей или меньшей вероятностью возможны. Один вариант, который совсем как бы теоретически, может, и возможен, но не рассматривается как реалистичный, это вариант, когда проголосуют отдельным законопроектом вот за эту самую даку. Это было бы расценено теми, кто, ну, как бы, является сторонниками президента Трампа и противниками иммиграции, хотят ограничить иммиграцию. Это было бы рассчитано как полное поражение, потому что в течение полугода, ну, там, почти полугода, он говорил, я не подпишу никакую даку без того, чтобы была стена ограничения семейной иммиграции, которую они называют chain migration, отмена green card лотереи, там, и так далее, и так далее. То есть, если вдруг они вытащат эту даку отдельным, отдельно стоящим законопроектом и проголосуют, то это, конечно, это на самом деле будет каким-то серьезным поражением. То есть, ну, трудно, очень трудно себе представить, что вдруг после таких баталий они вот пойдут на этот вариант. Есть другой вариант, который, с одной стороны, может быть, и не кажется таким уже вероятным, с другой стороны, если это произойдет, то будет республиканцам совсем плохо. Это вариант, когда дака 5 марта закончится, защита от депортации закончится, значит, начнут хватать молодых людей на улицах, начнут депортировать, начнутся демонстрации большие, начнется истерия в средствах массовой информации, и это будет такое дерьмо, от которого отмазаться уже никак невозможно. Это при том, что 70% людей, голосующих за республиканцев, поддерживают даку. То есть, ты не только этим, ну, они бы этим не только напрягли бы всех остальных, но они внутри своей партии вызвали бы, своих, ну, людей, которые голосуют, вызвали бы крайне негативные эмоции и так далее. Это было бы очень дорогим таким развлечением. И похоже на то, что демократы, как бы, говорят, ребята, давайте-ка, ну-ка, давайте. Значит, теперь все на вас. Вы обещали заняться. Вот у вас есть три недели, правильно? Давайте за три недели. Три недели заканчиваются 8 февраля. От 8 февраля до 5 марта. ТОЖ не так много времени, учитывая, что в стране много дел, и ничем больше, кроме этого, заниматься все равно вы не сможете. Поэтому, как бы, одна из версий, почему они так легко отошли. Просто вот за такое странное обещание, не гарантирующее там и так далее. Причем, это же не только еще палата представителей может не поддержать, да? А мы знаем, что это бывало. Еще же президент Трамп может не подписать, понимаете? Он же сам-то, ну, как бы, воли нет своей. Там на него давят, на него надавят, он не подпишет. И все. Поэтому, и вот они приняли это. То есть, речь идет сейчас о том, что в случае, если они не смогут сделать ничего до 5 марта, то, в общем-то, по большому счету, в рассуждении той борьбы, которая сейчас идет, а она началась уже и очень остро идет уже, это борьба за голоса на выборах в Конгресс в ноябре месяце, вот в этом плане это будет очень-очень серьезный удар под дых, который республиканцы сами себе могут нанести. И, в общем-то, демократы в той ситуации, которая сложилась, они могут так немножко отойти и сказать, мужики, давайте вы там, это, республиканцы, вы там соберитесь, определитесь, с президентом со своим договоритесь, и приходите, что у вас есть, вот, и будем просматривать, мы за, мы только за то, чтобы просматривать. Вот наша позиция такая. Но они внутри собственной партии не могут договориться, потому что есть умеренные и есть такие, как бы, совсем отпетые. И отпетых, ну, достаточно много, чтобы блокировать волю умеренных. То есть, вот, нет столько умеренных, перевес в силах такой, что они в состоянии их блокировать. Поэтому мячик сейчас оказался на республиканской стороне, и очень интересно, что произойдет. То есть, вариант, вариант с тем, что они ничего не смогут сделать, остается актуальным. То есть, я лично, вот, как вот, глядя на это, на все, и читая, что люди говорят и так далее, я думаю, это вариант. И он, в принципе, устроил бы демократов. То есть, это не самый плохой вариант, который только может быть. Есть два следующих варианта, которые нас больше интересуют с точки зрения Гринказ-лотереи. Значит, точнее, один из них нас больше интересует, а другой меньше. Другой вариант состоит в том, что произойдет обмен даки, утверждение даки на просто деньги для стены. Вот просто стена и все. Вот дака, вот стена, договорились о сумме. Это примерно то, что произошло в пятницу, когда Шумер торговался с Трампом, и Шумер ему сказал, ну, назовите вашу цену. Тот говорит, вот столько. Он говорит, хорошо договорились. Значит, они могут вернуться к этой сумме. Ну, то есть, заключится такой договор, ну, и, соответственно, законопроект будет, который в основном говорит о том, что молодняк легализует, вот тебе деньги на строительство забора, и больше вообще ничего не включено. То есть, в этом случае гринкард-лотерея не трогается никак. То есть, она не затрагивается. Ну, вообще, остается как есть, а что будет дальше, мы не знаем. То есть, мы понимаем, что времени у них не так много остается. Но, тем не менее. Четвертый вариант, это наиболее затрагивающий тех, кто интересуется лотерей, это вариант, когда будет более широкая договоренность. То есть, с одной стороны, вот тебе дака, а с другой стороны, и это то, что они все время говорили, республиканцы, они говорят, значит, нам мало денег на забор, нам нужно еще прекратить семейную иммиграцию, и нам нужно убить лотерею. Значит, насчет лотереи, люди, которые там аналитики пишут, я так специально все время вычитываю, они пишут, что вряд ли администрация согласится на что-то меньшее, чем просто ее убить полностью. Вряд ли администрация, вряд ли, то есть, не говорят в 100%, но вот вряд ли они согласятся на что-то меньшее, чем вообще убить гринкард-лотерею. Значит, если они пойдут на более широкое соглашение, а это именно то, чего не удавалось достигнуть. Именно то, чего достигнуть, не удавалось никак. И я бы сказал так, если они договорятся просто даку с одной стороны и забор с другой стороны, это не просто поражение тех республиканцев, которые все это время наблюдали и стояли, и кричали, и так далее. Это поражение Трампа самого, потому что он же, вы знаете, что произошло? Он в течение там нескольких месяцев довел состояние до шатдауна, требуя вот это, это и это. Он требовал все три. Это именно то, из-за чего мы сейчас влетели в этот шатдаун. И если вдруг он соглашается на что-то меньшее, чем это, то тогда вообще, как бы, просто какая-то катастрофа, какая-то безумие. То есть они находятся в очень интересной ситуации, в которой практически, вот я перечислил вам четыре варианта, значит, из которых единственно более-менее реальный, это вариант с широкой, с широкой аджендой, с широкой повесткой дня, где будет и лотерея, и семейная эмиграция. Потому что иначе это просто очевидный проигрыш республиканцев, это очевидно, что они морочили голову всем и доводили страну до ручки. При том, что, в общем-то, оказывается, и не надо было. Вот, поэтому, я это так вижу, да, то есть, как бы, вот этот вариант я вижу так, что они не должны были бы соглашаться ни на что больше. Другое дело, что внутри этого варианта, внутри, они могли бы сказать, ну, хорошо, убиваем семейную эмиграцию и грин-карт-лотерию, но тогда, наверное, надо согласиться на меньше денег. Или, может быть, тогда какие-то, ну, какие-то, какую-то, может быть, семейную эмиграцию разрешить. Например, там, скажем, родителей к детям можно, а, допустим, детей к родителям, или там, братьев-сестер уже нельзя. Ну, что-то они должны где-то там наторговать. Уже вариант, когда сразу все, видите, он не прошел. Вот, так что, в общем, такая на сегодняшний день аналитика. А впереди у нас три недели, три недели отчаянных совершенно, там, склок подковерных ударов, там, и поножовщины политической, и поливания грязью. Ну, в общем, как всегда, короче. Вот, и тут мне кто-то, что-то он там, что это я хайп, хайп какой-то у меня там, что я вот на эти темы и рассуждаю, потому что у меня хайп. И это я, значит, мне делать нечего и поговорить не о чем, а я вот специально там что-то такое, значит. Нет, я это делаю, потому что я вижу, что это интересно, я вижу, что вам интересно. И не могу сказать, что мне это сильно интересно, правда. Но я специально иду разбираюсь, потому что я знаю, что наш зритель, он ждет, и он интересуется. А если кто-то не интересуется, так я хочу сказать, что есть масса других мест, где можно провести время. А если кто-то хочет высказаться, то у меня есть возможность его лишить этой возможности. Так что, в общем, такие дела. Счастливо!